В Казанской ратуши прошел ежегодный Пушкинский бал, посвященный десятилетию лицея имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета, а также году педагога и наставника. Торжество прошло в роскошном зале. Его украсили ученики 10-х и 11-х классов. Лицеисты выбрали свои самые пышные наряды и отправились вальсировать по паркету ратуши под музыкальный аккомпанемент Казанского джаз-оркестра «Фантазия» и оркестра Татарского государственного академического театра имени Галиоскара Камала. Сегодня у нас юбилейный бал. Бал посвящен десятилетию, как лицей вошел в состав Казанского федерального университета. А еще совпал так удачно этот бал с годом педагога и наставника. В нашем лицее педагог – это все. Учитель – это носитель культуры, носитель традиций, потому что выпускники, также возвращаясь в лицее учителями, продолжают начатое учителями, их наставниками дело. Основная идея бала не только в приятном времяпрепровождение с танцами, но и в литературно-эстетическом просвещении молодежи. В организации бала были задействованы информационные технологии и медиаискусство. Традиционно осенний бал проводится уже 10 лет. И с каждым годом атмосфера 19 века передается все сильнее. Утонченные платья с пышными юбками на юных девушках, черные смокинги на молодых людях, светские разговоры и реверансы с минуэтами – все это делает мероприятие незабываемым. С 2013 года бал проводится в двух залах. В первом с дефиле выступают гости, а во втором выбирают короля и королеву бала. Это мероприятие на самом деле происходит из года в год. Оно настолько шикарное, так хорошо передает атмосферу того века. Все приходят в таких красочных, блестящих, красивых платьях. Мальчики в смокингах. Это настолько возвращает нас в ту эпоху. И также вот мое платье в корсете. Мы уже станцевали. Минуэт. Танец называется Минуэт. Как меня поправил мой партнер. По-моему, у нас все получилось отлично. Судьи были в шоке. Торжественной приветственной речью выступили почетные гости мероприятия. Проректор КФУ по образовательной деятельности Екатерина Турилова и Альберт Аганов, заведующий кафедрой медицинской физики. Они особо отметили научное развитие лицея при университете и выразили благодарность организаторам за проведение таких мероприятий. Это праздник, но праздник для вас привычный, потому что я надеюсь, что каждый день в лицее это для вас точно такой же праздник. Сразу скажу, конечно, вот это вхождение в нас в семью университетскую, это знаменательное событие. Сидеть между двух отелью в трех студиях всегда было неудобно. Примерно 25 лет так мы и жили. К одному столу все-таки приладится проще. Или привыкнуть, или приладится. Во втором зале прошел конкурс короля и королевы бала. В нем пригласили участвовать самых активных учеников этого года. Были номинированы четыре пары из выпускного 11 класса. Лицеисты подготовили выступление и потрудились над костюмами, чтобы получить заветную корону. Победители будут весь год представлять лицей на всех мероприятиях.